В этом уроке мы научимся основам работы с обычной компьютерной мышкой. У обычной самой простой мышки есть две основные кнопки. Это левая и правая. Также у нее есть колесико прокрутки, которое в принципе тоже является еще и кнопкой. Сначала мы научимся правильно держать мышку. Правило первое. Рука должна всегда лежать на столе, она не должна находиться на весу. Мышку мы обхватываем большим пальцем с одной стороны и мизинцем и безымянным пальцем с другой стороны. Вот так. Указательные и средние пальцы кладем на левую и правую кнопку соответственно. Перемещать мышку по столу нужно также не поднимая руки. мышку можно поднимать, если не хватает амплитуды движения. Вот так. Поднимать и переставлять. Пальцы указательный и средний также не должны находиться на весу, они должны лежать на левой и правой кнопке соответственно. мыши. Теперь поговорим о том, как совершать щелчки кнопками мыши. Итак, как же пользоваться кнопками мыши. Нажатие на кнопки мыши подразделяется на два типа. Это либо однократные нажатия, соответственно левой кнопкой или правой кнопкой, либо двойной щелчок левой кнопкой мыши. Из всех моментов работы с мышкой двойной щелчок является наиболее сложным элементом. Поэтому на его исполнении мы остановимся более подробно. сейчас я проделаю двойной щелчок левой кнопкой мыши. Обратите внимание, что это именно двойной щелчок, а не два однократных нажатия. Двойной щелчок совершается в довольно-таки короткий промежуток времени. При этом очень важно мышку не перемещать, не дергать и не двигать. Именно поэтому не рекомендуется подымать палец над кнопкой, потому что при этом мышка дергается и двигается по коврику, чего быть не должно. Итак, повторю еще раз. Щелчки на кнопке мыши подразделяются на однократные нажатия либо левой кнопкой, либо правой, либо на двойной щелчок левой кнопкой мыши. На этом учебном диске есть специальная программа, которая называется двойной клик. Клик это по-английски щелчок, то есть двойной щелчок. Программа двойной клик тренирует двойной щелчок у начинающих пользователей. Сейчас мы научимся пользоваться этой программой. Программа двойной клик находится на этом учебном диске. Чтобы добраться до этой программы, необходимо воспользоваться главным меню. кнопка запуска программы «Двойной клик» находится в разделе «Основы работы», где вы просматриваете этот урок «Основы работы с мышкой». Здесь есть кнопка «Двойной клик» и подпись «Эта кнопка открывает учебную программу «Двойной клик». Программа для тренировки двойного щелчка». Нажмите на эту кнопку один раз левой кнопкой мыши. После этого сразу же запустится программа «Двойной клик». Здесь написано «Двойной щелчок». Чтобы нам не мешало основное меню, давайте его свернем, нажав кнопку «Свернуть» один раз левой кнопкой мыши. Наше основное меню свернется на панель задач. При желании его можно вернуть в любой момент. Подвинем окошечко с помощью левой кнопки мыши на середину. Итак, перед нами программа «Двойной клик» или «Двойной щелчок». Это очень простая, скажем так, элементарная программа по тренировке двойного щелчка левой кнопкой мыши. Здесь мы видим 20 картинок таких желтых звездочек на темно-зеленом фоне. Ваша задача совершить двойной клик на каждый из картинок. Если двойной клик совершен правильно, картинка пропадет. Если двойной клик совершен неверно, картинка останется на своем месте. И таким простым образом мы тренируем свой двойной щелчок. Когда картинки закончатся, нажмите кнопку «Новая». Когда вы закончите работать в программе «Двойной щелчок», можно просто ее закрыть, нажав на крестик. Если вы начинающий пользователь и не очень хорошо владеете двойным кликом, я настоятельно вам рекомендую постоянно пользоваться этой программой «Двойной клик», пока вы не почувствуете некоторую уверенность в своих действиях. Теперь мы можем вернуть наше меню, щелкнув по нему левой кнопкой мыши на панели задач. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...